Шоковое повышение ключевой ставки объяснили в Центральном банке России. Его представители прилетели на Сахалин. Здесь они встретились с региональными властями и бизнесменами. На сессии обсудили денежно-кредитную политику и развитие экономики. С подробностями моя коллега. Ключевая ставка Центробанка в 2022 году обновила исторический максимум. Она увеличилась до 20% годовы. По словам специалистов, это произошло из-за инфляционного давления. Цены возросли в результате пандемии, коронавируса и санкций, которые ввели против России недружественные страны. Многие товары оказались в дефиците, и стоимость на них возросла. Чтобы сбалансировать экономику, Центробанк и жонглирует ключевой ставкой. На сегодняшний день она составляет 19% годовых. Ставка для того и поднимается, чтобы охладить спрос, вернуть его к возможностям предложения. Ситуация, когда спрос устойчиво растет быстрее, чем предложение увеличивается. Эта ситуация всегда сопровождается ускорением инфляции. На Сахалине годовая инфляция замедлилась. Сейчас она составляет 7,9%. Этот показатель ниже, чем по России в целом. Там он чуть больше 9%. Отрыва удалось добиться благодаря помощи регионального правительства. Представание региональной инфляции от федеральной обусловлено преимущественно субсидированием затрат ряда производителей и поставщиков. Это касается прежде всего местного производства продуктов питания, а также пассажирских перевозок. Но если с обычными потребителями понятно, им нужно экономить, то сложнее приходится предприятиям. По словам представителей бизнеса, развиваться в таких условиях им очень сложно. Запредельная ставка ограничивает инвестиционный ресурс. Мы надеемся, что скоро все нормализуется и ставка возвратится к более низким уровням, когда кредит будет доступен мелким и средним предприятиям. Сейчас боюсь, что это может привести к определенному сокращению сегмента малого и среднего бизнеса в экономике. Однако прогноз Центробанка пока неутешительный. Там не исключают возможности нового повышения ключевой ставки. Это станет известно в конце октября. При этом уровень инфляции планируют вернуть на прежние позиции – 4% годовых до конца следующего года. А пока представителям бизнеса советуют рассчитывать на собственные средства.